Доброе утро, дорогие друзья! В общем, сегодня у нас китайская кухня, это очень необычно, я бы даже сказала, впервые за всю историю существования нашей передачи, твой эксклюзивный выпуск. А что нам потребуется для наших блюд из ингредиентов? Первый путь – это пельмени, читай, что креветки. Креветочки, это тигровые креветки. Еще куриное мясо, креветки, кабачки, и немножко яйца. Все, это для наших пельменей. Для второго блюда? Второе блюдо – крылышки и кок-кора. Ага, вот он, всеми любимый напиток, газированный, самый популярный, праздник к нам приходит. Так, хорошо, крылышки у нас уже немножко обработанные, они обрезаны, да, то есть вот эта вот часть, да, ты объяснишь, что все, по ходу дела. Ну, давай тогда приступим к процессу уже приготовления. Сейчас первое начинаем, мы должны мука, тесто делить, они должны чуть-чуть стоять и должны быть, поэтому мука первая. Мука. А в чем будем готовить тесто? Вот есть вот такая форма, подойдет? Да, пойдет. Держи. Мука здесь где-то, так, ну, я посмотрю, сколько надо. Ну, на глаз, да? Да. Еще, ну, чуть-чуть еще, килограмм где-то, так. Примерно половина. А еще один пиялый море, яйца тоже не надо. И соль чуть-чуть. Соль. Вот у нас соль стоит. Разбиваем яйцо прямо туда. Нет, с водой. С водой. Я тогда возьму вот еще одну чашечку. Вода. Да, вода поставила там. Вилка. Вилочка. Да. Вот, бери все приборы, которые тебе понадобятся. Силь. Вот сюда, наверное, бокс беру, чтобы не мешало. Расскажи, какими судьбами попал вообще в Россию? Как так получилось? Россия первыми приехала, что, на Порту, наверное, чуть-чуть, ну, Хабаровска. Да, на Кранице. Потом мы сюда приехали дальше на Татарстан, Казань. Потом у нас моя жена, дорогая, это на Гомана. Потом сюда приехали. И даже никуда не поехали. Твоя жена местная? Да, местная. А, насколько я знаю, даже по национальности нагайка. Да, нагайка. Вот такая у вас получилась интересная семья. Интернациональная семья. Да. Ну, каково это вообще, да, не просто, да, смешение таких национальностей в соседних национальностях, а вот все-таки прям такая вот экзотика, я хочу сказать. Муж иностранец, ну, жена иностранка, да? Как это в семье? Языковой барьер был ли? Ну, первое время чуть-чуть, ну, множество, подумал, мне трудно все находить, и что, какая, обещаться еды. Да. Все. Ну, когда люди любят друг друга, то как-то получается объяснить. Да, друг у друга если убить, никакая Киланица нету, какая другая страна, а это безраница. Отлично. Да. Итак, мы взбили воду с яйцом и отправляем в муку. В муку. Ну, тесто такое, в принципе, классическое. Да. Я не думала, что бывают еще и китайские пельмени. Я думала, что пельмени, существуют, ну, вот пельмени. Да. Вот, доводилось, правда, готовить карачаевские пельмени. Теперь вот еще и... Холодную воду, еще чуть-чуть воды. Холодную водичку, да? Да. Сейчас, чуть-чуть. Жена готовит китайские блюда, ты научил уже готовить? Они вовсе прекрасно, хорошо знаю, в Китае блюда готовят, вовсе вкусные. Но я знаю, что вы какое-то время жили в Китае вместе. Угу. Ты решил ввести свою любимую к себе на родину. Угу. Но потом в какой-то момент вы вернулись. Почему вернулись? Потому что в школе ходили, что в первое время, что русский язык занимался. Угу. А потом мы решили, что когда, ну, еще чуть попрошу, можно в Китай переехать, и там пережить можно. Понятно. В общем, в планах все-таки есть вернуться на родину. Да. Ну, а где все-таки вот тебе больше нравится, комфортнее? У меня все нравится. Из России и Китай. Потому что моя любимая семья сейчас здесь. Ну, моя мама в Китае там. Поэтому я... Нет, никакой страны не можно, что поразать, что... Так, я все люблю. Можно сказать, у тебя две родины, да? Да. Тесто нам необходимо замешивать руками, да? Вот, чтобы оно было такое пластичное. Оно должно быть упругое. Ну, как любое тесто для пельменей. Что мы будем добавлять в начинку? Креветок. Угу. Кровый палочек. Еще куриное мясо. Кобачки. Кобачки. Яйца еще. Вот это все. Да, еще. Ничего себе пельмени. Вот китайские пельмени. Да. Вот чем они отличаются от наших русских. Да, русские, но... Там так скромно мясо только. А здесь... Так, что я могу сделать? Чем могу помочь? Почистить креветки? Вот это кожу чисти, да. Я убираю полностью. Да, полностью убираю, да. Подобно еще кишки надо обязательно почистить. Да. Но креветки уже без головы. Да, да, да. Опять же, дорогие друзья, очень важное условие. Насколько я понимаю, креветки должны быть не вареные, а... Свежие. Свежие, да. Они должны быть сырые. То есть, когда вы приходите в магазин, вы видите креветки розового цвета, это значит, они уже отварены. Если креветки серого цвета, то как раз то, что нужно. Как убираем пищевод? Я так понимаю, что вот здесь. Сначала кожу вытащи, потом с водой, потом кишкой почистить. А, с водой, в общем, да. Это следующий этап. Работа переводчиком. Это следствие переезда. Ты выучил русский язык. Кстати, сейчас поговорим о том, как это было. Сложно ли учить русский язык человеку, который родился и вырос в другой стране? Да, я не специально учил русский язык. Просто, когда я попала на работу, и сколько русский, сколько описаться, так связаться, так русский. Ну, более-менее знаю. Вот так, специально не учил. Ну, а теперь ты работаешь переводчиком, ты переводишь с китайского на русский, да, я насколько понимаю? Ну, это есть иногда, которые знакомы другу, если нужно, я так помогу. Я свою работу и строить компанию. Свои строить компанию. Ну, расскажи, каково было изучать русский язык? Сложно ли это вообще? Ну, русский язык первое время тяжелый. Потом чуть-чуть, время приходит, уже легко. Легко, чем китайский. Легче? Да. Наверное. Да, да, да. Много легче. Кто помогал в изучении? Супруга? Строго. Пищевая пленочка? Все. Нам необходимо оставить тесто, отдохнуть. На сколько минут? Ну, где-то 30 минут. 30 минут? Да. Сколько у вас детей? Двух. Девочка и мальчик, да. Девочка и мальчик, они уже разговаривают на двух языках? На трех, я бы сказала, на трех. Русский, нагайский, китайский. Да, они хорошо знают. Три языка? Да, три языка. Это очень здорово. Сейчас начинай. Мясо я отрежу. Как нарезаем мясом? Сейчас, с ножа все-то. Они ручные отрежены. Фарш делать, они вкуснее. Что они кусочек, кусочек попадают, вкуснее будет. Да, поэтому фарш не покупаем. Да. И здесь именно курица, да, подходит? Ну, потому что, наверное, курица хорошо сочетается с морепродуктами. Да, да, именно курица надо. Это такая китайская тема. Да, но дети-то были уже в Китае, или? Дети были, как его мать, сколько лет там жили. Тоже жили там, да? Да. Скучают, нравится им там было? Они всегда просят, когда-то в Китай поедет. Просят. Для них это очень интересное путешествие. Да, очень интересное, да. Ну, и бабушка, опять же, бабушка ведь там. Да, бабушка там. Всегда тоже звонить, спросить, что дети, когда приезжают. Ну, так. Сучай. Ну, как здорово, что сейчас есть средства связи, да, вот интернет. Можно позвонить по скайпу, увидеть друг друга. Да, сейчас легко, да, что не как раньше было, что только телефон звонит, не раскололит. Слушай, сейчас в этом он показывает. Нам все потребуются креветки? Ну, если надо, надо, да, все надо. Здесь граммов 300. Это будет вполне точно. 300 граммов, 350 где-то так надо. Но мы готовим большую порцию пельмени. Большую. Если хотите, можно один порцию жарить, один порцию варить. Как хотите, да. Можно и жарить. И жарить, да. Попробуйте, какая лучше. Вот это очень вкусно, да, должна быть, я предполагаю. Я справилась с креветками. Вот так спина. Так. Угу. Разрезаем. Разрезаем, так отцаем. Если его черный есть, это читает, что это кишки. Ага. Потом с его пометь, с его пометь и вытащить. Вот так вот сделать. Отлично. Да. Я постараюсь. Ну, посмотрим. Алина, а вот в вареных креветках, которые мы привыкли готовить и есть сразу, да, в них никто не извлекал. Она никого не чистила, да. А вообще нужно, да? Ну, вообще нужно. Итак, креветки мы почистили, они уже готовы. Ты почистил палочки. Что мы делаем с крыльями? Надо его чуть-чуть отрезать, чтобы вкус не зашел. Ага. Мы будем мариновать крылышки. Чем будем мариновать? Сойс. Угу. Соевый. Еще сладкое, сладкое, соис. Еще лук, имбирь. И все. И вот все. А напиток наш газированный? Газированный, а это когда жарить, просто поливать. Вот оно что. Да. Так, чем я могу помочь? Пока ничего. Я тогда пока просто постою, поговорю. Пока ничего. Али, но ты принял ислам. Да. Ты приехал в Россию, принял ислам. Тебя стали звать Али. Али. Да. А как называла... Называет, скорее всего, до сих пор твоя мама? Моя мама мне называла Ли Чинг. Это имя? Да, имя. А фамилия? Фамилия Шинг. Я знаю, что китайцы вообще любители традиционной медицины. Они любят какие-нибудь засушенные, не знаю, корни каких-нибудь растений и так далее. Они не предпочитают лечиться лекарствами, они предпочитают именно народные методы. Расскажи о продуктах, которые принято было с детства есть, чтобы не болеть, чтобы не заболеть простудой, чтобы не заболеть вирусной никакой инфекцией. Вот как раз сейчас это очень актуально. Воспользуемся твоими советами. Наши, которые полезны, что ваше повно, которое болит, там растет одуванчик. Одуванчик? Да. Они полезны. Самая лучшая крова. Что с ними необходимо сделать? Его можно что-то с чай пить. То есть вот просто засушить? Сушить и чай пить. Заваривать? Да. Но, наверное, не все то, что растет в Китае, можно найти в России, да? Мама присылает посылки? Посылки мамы нет. Я не могу с Москвы заказать. Какая же новая приправа, какая протокутая. Сейчас не поприемно. С Москвы все можно заказать. В Москве можно достать любые приправы китайские. Вообще, какие китайские приправы? Вот я сегодня из китайских приправ могу назвать что? Это устричный соус, да? Да. Но соевый соус, он уже знаком каждому из вас, дорогие друзья. А вот это вот что? Катарин. Вот это, там перцы разные приправы. Пахнет анисом? Да. Черные перцы, красные перцы и обочины там разные приправы. Такой прям насыщенный аромат аниса. Очень пряный у нас сегодня будет ужин или обед. Имбирь. Имбирь. Что мы делаем с имбирем? Рубим его и добавляем в маринад, да? Да. Да, крошка, крошка, да. Так, все вот так. Но ты уже привык к кавказской кухне? Да. Шашлык из барашки. Шашлык из барашки. И еще пруф с ковядиной. Вот так. Ногайский хинкал. Ну, тоже... Хорош. Да, хороший. Так, мы добавляем устричный соус. Как долго будем мариновать крылья? Вот это где-то 20-30 минут стоят, может быть. Здесь соль. Соль. Да. Соль. А руками, наверное? Можно руками. Да. То есть мы посолили и добавили соевый соус. Соль, да. Ну, они такие прям солененькие должны. Они соленые, с радостью, да. 50-50, кровь и партика отрели. Сегодня Али будет рубить все своим фирменным ножом, а я отдыхаю. Но я зато буду есть. Буду доходить. А, нет, все-таки мне дали, да. Буду доходить. Далее мне задание. Как нарезаем? Это хватит. А, вот так? Да. Уже не надо. А, это не надо? Да, это было мне наконец-то доверение что-то, нет? Это не надо, да. Ладно, я тогда вот отдам тебе вот это. Вот сейчас кремель тоже отрезана. Если бы по муку можно, тогда по муку. Ага. Так. Мне же надо тоже учиться. Мне же надо мужа удивлять китайскими блюдами, понимаешь? Да. Что делаем? Его одежда. Вот так. Нет, вот это вообще не серьезно. Я возьму нож побольше. Ну, пара са сруже. Вот так, да? Да. Наверняка, если бы у меня был такой нож, как у Али, у меня бы лучше получалось. Но так как у меня нет такого ножа, получается как-то так. Все, у меня получилось. Еще меньше нужно? Еще вот так. Вот так вот, да? Да, еще меблино, да. В общем, рубим. Опять же, делаем фарш, да? Да. Рубленный фарш из креветок. Вот так я еще никогда не поступала с креветками. Скажу честно, я ела вареные креветки, я их жарила. Но вот так я еще ни разу не делала. Я знаю, что у вас есть отдельное меню женское, детское. Женское, детское, детское есть. А чем отличаются блюда женского, например, и мужского меню? Женское я люблю сладкое, наверное. Поэтому наше женское блюдо больше сладкое попадается. Да. Детское тоже так. А мужчины что предпочитают? Мужчины сваленые, острые. Так. Острые. Острые же есть, перец, которые чем-нибудь, да. Они тоже любят их острые. То есть вот приходишь в Китай, да, в кафе, в ресторан, и существуют разные виды меню. Женщина подает женское меню, мужчина – мужское. Да. Необычно. Необычно, да. Нам необходимо переложить, да, вот в форму. Здесь мы будем перемешивать фарш. Да. Масло. Масло. Первое масло. Какое масло? Обычное, да. Подсолнечное масло вот слева стоит. Смотри, вот с правой стороны оливковое, слева подсолнечное. Сейчас, я его сначала посмотрю, потом копать и все. Лучок тоже добавляем. Китайский фарш тоже не обходится без лука, да? Да, да, да. И без лука это вкусно попадает. Но сегодня мы не добавляем чеснок, потому что чеснок все-таки не очень хорошо с горепродуком. Чеснок можно больше блюдо готовить. А перемене чеснок не нужно. Если блюдо надо, которое муски, блюдо больше чеснок подожить. Что можно приготовить из детских блюд, например? Вот чем можно ребенка порадовать? Чеснок и блюдо, которое сладкое соусы, которое крышка. Это вот как раз. Да, чеснок любит. Еще есть картошка, которая сладкая. Еще есть бананы жаркие. Бананы. Жареные бананы? Да, да, да. Там бананы есть. Неужто в каких-то специях опять же? Да, вот так. В устречных соусах и прочих. Ну а какие основные все-таки приправы, вот китайские приправы? Китайские приправы, которые я сейчас показал, вот это обязательно, вот это обязательно, вот это все нужно, любое блюдо, все нужно. Да, вот это сахар, еще уксус есть. Ну, блюдо в кухне всегда должно быть. Вот это соус, который уксус. Какой уксус? Ну, который в нашей есть, есть, который чуть сладкий, осус есть. Бальзамический. Не, не, который сильный кислород, да. Вот это блюдо именно, что нужно, например. Вот так. Имбирь добавляем тоже в фарш. Да, в фарш. Потом, сейчас. Потом масло. Вот это, да? Да. Очень интересно. Да, правильно нажимай. А, кстати, побольше масла. Побольше маслечка, да? Да. Сейчас, сейчас. Фарш должен получиться сочный. Да. Что потом вкуснее, криверик и кулина мясо. Суховато, да? Да, что суховато. Что суховато, да. Не, 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 не. Пожалуйста. Остричный соус. Держи ложечку. Перемешать. Все. Вилка. Все. Перемешиваем. Перемешаем. Ну, аромат необыкновенный. Сори еще чуть-чуть. Пахнет имбирем. Да. При этом пахнет... Приправа чуть-чуть. Креветками. Ну, курица не пахнет. А вот все это вместе. Да. Очень интересно. Я даже, честно говоря, не могу представить, что это будет на вкус. Сейчас. Сейчас попробую. Так, терочка. Терочка. Держи. Мелко, крупно? Мне надо... Вот это, крупно. Угу. Оно, пойдет. Матрай. То есть ты не чистишь, ты его сразу натираешь. Кабачок тоже отдаст сок начинке. Все. И его немножко соли чуть-чуть посыпается, что сока чуть-чуть выше. Угу. Что сюда мокрый не будет, и все. Отжимать будем? Да, чуть-чуть жимать. Угу. Ужас, сколько тоже осталось. Все. Чуть-чуть посолим. Да. Отжимаем и добавляем в фарш. Что с нашим тестом, кстати? Тест... Оно еще рано. Угу. Пока еще рано. Оно пока лежит, отдыхает. Ну, я положу к себе на доску, чтобы, ну, создать хоть какую-то деятельность, видимость деятельности здесь на кухне. Угу. Мне кто-то пока чуть-чуть не надо. Угу. Фарш делаете время где-то по часам. То есть всему нужно дать время? Да. Фаршу, тесту, крыльям? Да. После времени там уже много не нужно. Как долго варятся, жарятся пельмени и как долго обжариваются крылышки? Ну, не, где-то 5 минут. Угу. 5 минут, 3 минут только готовим. В общем, самый долгий процесс это как раз-таки подготовка. К следующему этапу что нам необходимо сделать? Надо яйца, рябзи надо. Мы будем обжаривать яйца. То есть нам необходимо приготовить яичницу или омлет, что это будет. Мы будем добавлять фарш. Фарш. Я поставлю сковородочку, да, разогревать? Угу. Большая нам не нужна? Большая нужна. Большая нужна? Угу. Так. Масло необходимо добавить? Попало, да, чуть-чуть. Еще? Все, все. Угу. Еще вода, холодная вода чуть-чуть туда. Чуть-чуть. Один ложка. Достаточно этой будет? Чуть-чуть. Все. Ну, откуда вообще появилась любовь к кулинарии? Когда начал готовить? Я когда маленький был, когда... Угу. Одиннадцать лет я уже начинаю кушать, просто мама бояться не дала. Не дает готовить. Почему? Ну, это же опасно. Спалишь кухню. Потом, когда я выросла, уже школу закончила, куш готовил в России. Когда я думал, я все сам готовил. Ну, приходилось, да? Это уже вынуждено. А что готовил? Вот в Россию приехал и сам себе готовил? В Россию приехал, сам куш готовил. А что готовил? Ну, обычно мужчины, когда вот попадают в такую ситуацию, они начинают варить пельмени или жарить яичницу? Нет, я в Россию приехал, курица либо мясо. Больше овощей нет. Привычные продукты? Да, только мясо. В Китае едят очень много овощей? В Китае много. Какие овощи? Неужели в России нет тех овощей? Ну, как сказать. В Китае салат много, разные. Я не могу сказать, что да, вот здесь вовсе не найду. То есть, вот у нас продается там рукола, листовое салат, айсберг и так далее, и так далее, и так далее. Это только вершина айсберга, да? Да, да, да. Существует огромное количество зелени. Кажется, это скрамбл называется, да? Да. Кстати, пробовала салатую, в составе которых омлет, и, честно говоря, не догадалась, каким образом приготовить. Я готовила омлет, а потом его нарезала тоненькими, тоненькой соломочкой. А можно было так вот поступить. Век живи, век учись. Все, можно выкучить. Мы добавляем в горячем виде, или нам необходимо... А, нет, на стыд, на стыд. Мы добавили омлет в фарш. Это последний ингредиент, который мы сюда должны были добавить. Сейчас мы добавляем масло в сковородочку. Сковородочка уже разогрелась. И приступим к обжарке крыльев. Я помню, что для обжарки крыльев нам необходима вот такая вот ароматная, вкусная, всеми любимая газировка. Как мы будем добавлять? Первый лук, имбирь. Лук и кола. И перец, который черный. Перец черный. Да, чуть-чуть. Да. Потом... Хорошо, да? Угу. Мы их прям закидываем, да? Да. На большом огне обжариваем. Надо где-то 3 минут, 5 минут жарить надо. Угу. Помешивая. Вот так, мне описали. Потом мы все. Вот это все добавляем, вкладываем паралит и приправу паралит. Потом вот. Ну, мы добавляли их в маринад, мы их будем добавлять снова, да? Да. Вот это приправа обязательно. И как она называется? По-русски, по-русски, ну, как сказать, лазун, перец. А по-китайски? Ши сансья. Ши сансья. Вот. Я не буду сегодня повторять. Да. Вот это. Так. Ну, по-русски, устричный соус. А по-китайски? Хао ю. Хао ю. А тут у меня все получилось. А это... Ничего сложного нет, китайском языке. Сколько наливаем? Где-то 600. Ну, в общем, чтобы почти закрывало крылья. Вот так, потом крышь закрывает. И вот, да? Все. И оно томится. А это где-то 10 минут. Приступаем к пельменям. Да. Ставьте. Чем будем раскатывать? Скалкой. Скалкой. Угу. По мячу не дуб? Нет. Это мое оружие. Слышу. Я с вами ези. Я с вами ези. Поэтому я не делаю. Ну, и слишком большой. Ну, ладно, пойдем. Ломается. Это необычный способ. Покатей, что-то показывай. Пельмени должны быть маленькие. Да. Ну, не так сильно большие. Средина тоже толстая. Угу. Что пельмени, в Китае пельмени стоят, должно быть. Стоят, стоит. Они другой формы? Ну, формы, да. Формы по-другому. Угу. В общем-то, я думаю, что так нужно еще научиться готовить. Потому что наши хозяйки привыкли раскатывать пласт и стаканчиком вырезать кругленькие кусочки. Сейчас я... А у Али получается это вот вручную, каким-то волшебным образом. Да. Так. Приступаем к лепке. Можно я буду тоже повторять? Конечно. Я буду учиться. Так. Средина начинает. Подожди, я буду повторять. Угу. Средина. Так. Твостровая. Вот так. Так. Подожди, смотри, вот так я сделала. Теперь вот так? Да. Угу. Вот так. Вот так. Так. И вот так. А теперь... У меня... У меня получился... Варенье. Варенье. Так. А должен был получиться китайский пельмень, ребят? Что-то пошло не так. Хорошо. Ну, ничего. Что я сделала не так? Еще. Сейчас еще раз покажу. Показать сейчас. Угу. Так. Я много, да, положила начинки? Много, да. Вот так. Себе странно чуть-чуть. Тут странно попозже остается. Вот? Да. Вот так. Может, так. Вот так. Потом два. Средина. Так. Это вот так? Да. Теперь... Вот так. Я опять делаю вот так. И вот здесь. Вот так, да? Да. Угу. Вот оно как. У меня получился китайский пельмень. Да. Пельмени налепили. Теперь мы должны приготовить их. Да. Жарить и варить. Угу. Начнем с какого процесса? С процесса жарки. Я смотрю, что у нас сковородочка разогрелась уже, да? Да. Тру-тру-тру-тру рядом поставили. Мы их близко ставим друг к дружке. Да. Они не слипнутся. Не будет, да. Сейчас я его... А в чем же интересный секрет? Здесь есть секрет. Сейчас покажу. Что вкус не дает и не коррит. Угу. Вот так и пить. Так, я сниму крышечку пока. Да. Сейчас я успею. Сколько готовятся пельмени? Ну, обычно будет 3-5 минут. 3-5 минут. Это очень быстро. Да, быстро. Сейчас вода чуть-чуть поливаю туда. Осторожно, не прыгает. Вода? Ага. А, нужно добавлять в сковородочку. Да. Это не так ручка. Держи. Накрываем крышкой. Да. Если можно поменьше огонь, можно поставить. Да. Делаем маленький огонь или средний? А это большой огонь, а это поменьше. Угу. На средину можно поставить. Ну, на пятерочку поставим. Да. Сейчас уже гибит, вода гибит, уже можно поставить. Угу. Угу. Поставили. И охранный вода готовить. Его нужно, охранный вода нужно. У него крыша, Беда, где? Вот эта крыша, да? Крыша закрывает. Ждем. Ждем. Если крыша, Беда, что с его маленькой тарелкой поставить наверху. И переворачиваем, да? И переворачиваем. Красота. Пахнет очень вкусно. Уже готовый. Выкладываем на тарелку. Да. Да. Вот так. Очень необычная форма. Чем-то напоминает манты, вот, визуально. В нашем ресторане подают именно, что 13 штук. 13 штук их должно быть на тарелке? Чтобы быть, сколько календарного висит. Ну, один тарелок. Угу. Вот так. Я знаю, что это блюдо обязательно должно присутствовать на новогоднем столе у китайцев. Да. А вообще, сколько блюд должно быть на новогоднем столе? Ну, у нас есть какая-то удачная цифра. Есть кого-то 16, 18. Ну, если люди уже можно, еще больше, еще через 24. Ого. Если есть кого-то угощать. Угощать, да? Какое другое, которое дома, если сильно старый человек, временно дедушка есть, и внук, уже работа была, уже так, ну, они 24. Именно, что удачно старый человек, так, было. Ну, у нас сегодня, к сожалению, не 18, не 16, не 24, тем более. У нас сегодня три блюда, все три блюда уже готовы. Для пельменей потребуется свежие тигровые креветки 300 граммов, куриное филе 1 штука, крабовые палочки 100 граммов, корень имбиря 20 граммов, половинка луковицы, кабачки молодые 1-2 штуки, яйца куриные 2-3 штуки, соевый и устричный соусы, мука 1 килограмм, соль и перец. Для сладких крылышек потребуется 1 килограмм куриных крылышек, соевый и устричный соусы, корень имбиря 20 граммов, соль, перец, кока-кола 600 миллилитров. Ну что, мы будем дегустировать? Сейчас надо еще соус, надо еще чуть-чуть смакать, покушать теперь мы. Ага, какой соус? Ну, который соевый. Соевый соус? Да. Одну тарелку наливайте, маленькую тарелку, все, положите туда. Вот в такую тарелочку? Когда перимены кушают, именно такая маленькая тарелка, кушают в Китае, именно такая, что, ну, положено, такая красивая, и как праздник, она похожа. Так, и вот? По-своему, по-кажется, свои. И вот так. Ну, и все, что... Угу. Все. Палочек, к сожалению, нет. Мы не подготовились. Ну, вью, кошмар. Вью. Да. Уже... С чего начнем? Пельмени. Пельмени. Да. Ну вот с вареных, да, начнем? С вареных, да. Их необходимо обмакнуть. Да. Попробую попробовать. Очень необычные пельмени. Дело в том, что я люблю креветки и люблю пельмени, а когда все это в одном, это вообще идеальный вариант. Да. Очень вкусно. Сейчас еще попробую, которые жарены. Теперь возьму жареный, так как бы мне аккуратно, вот так вот можно, да, помочь. Если парочка приедет. Так. Эти еще круче. Хрустящая корочка, а внутри сок, который вытекает. Сейчас я клюшу попробую. Угу. Так, а можно я возьму вот прям за косточку рукой? Конечно. Классно. Я сейчас поняла, почему оно детское. Потому что вот эта сладкая газировка, которая томилась, испарялась влага, она превратилась в карамель. Карамель очень похожая на ту, которую мы готовили в детстве. Да. Очень вкусно, очень вкусно и необычно. Необычно в сочетании с мясом. Запах этого напитка популярного тоже. Это надо попробовать. Это невозможно объяснить. То же самое могу сказать с пельменями. Да. Это нужно приготовить и попробовать, дорогие друзья. Обязательно это сделайте у себя на кухне. Да. Ну что, большое тебе спасибо за чудесные блюда, за новый кулинарный опыт. Я обязательно буду удивлять своих знакомых и близких такими блюдами. Я желаю тебе и твоей семье крепкого здоровья, успехов и всего самого-самого лучшего. Все, спасибо. Дорогие друзья, с вами я также прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин